Скаты-хвостоколы – одни из красивейших обитателей Черного моря. С виду совершенно безобидны. Однако морские коты, так их называют экологи, умеют за себя постоять. Длинный хвост и ядовитый шип могут стать серьезной угрозой для хищников, а также для человека. Мы рассказываем и детям, и взрослым, что за данными рыбами гоняться и хватать их за хвосты ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что дело может закончиться не очень хорошо. Ядовитая железа может проткнуть конечность либо тело обидчика. Но рыба никогда не подходит к берегу. Она пуглива. А в этом аквариуме живут морские коньки. Как оказалось, не только лебеди являются символом любви и верности. Эти грациозные морские обитатели создают семью лишь раз в жизни и даже умеют подстраивать друг под друга окрас. У рыб есть привязанность. Как некоторые люди думают, что память как у рыбки, память как камушек-ракушка, это на самом деле не так. Наблюдая за животным миром, мы все это можем наблюдать. И эти знания передаем нашим посетителям. Мне запомнили больше морские коньки. Они такие миленькие, маленькие, красивенькие. Целый мир скрывается даже в капле морской воды. Планктон, круглые черви и морские членистоноги. Все это ребята смогли разглядеть в лаборатории под микроскопом. Мне больше всего понравились исследования под микроскопом. И еще мне понравились больше всего рыбы-паку, потому что я про них видел программу. Рыбы-хищники. Не менее интересной частью экспедиции стала разведка в районе знаменитых утрижских лесов. На маршруте протяженностью 2 километра ребят познакомили с флорой и фауной заповедника. И наглядно показали, как антропогенный фактор может влиять на природу. Анапским детям очень повезло, потому что они живут в уникальном уголке юга Черноморского побережья. Анапский район. Здесь сосредоточено такое разнообразие природных факторов. И побережье моря, и песчаные калечные пляжи, теплое море, лес и горы, равнины и степи. По словам организаторов, их главная цель – привить детям любовь к живой природе и научиться бережно относиться к ней. Всего в экспедиции приняли участие около 20 школьников в Варваровке. В этом сезоне это последний поход. Однако в следующем году ребята снова смогут прикоснуться к утрижскому заповеднику. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.